Сфонсор рубрики, что есть торговый центр Метро Кэшн Кэрри. Сливочное желе, баварский крем, флан, различные суфле и муссы, десертов, в которые добавляют сливки и желатин, приятное количество. Но правильную панна-котту не спутаешь ни с чем. Ни нарочитая скромность, ни бедняцкое происхождение не помешали покорить высокую кухню, но и на вершинах гастрономических олимпов остаться сдержанной, лаконичной и, ну, очень капризной. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, фанна-котта, в переводе с итальянского – вареные сливки. Будем варить? Будем. Рассказывать тоже. Этим нехитрым десертом испокон веков угощались пьемонтские крестьяне. Варили сливки с сахаром, а для упругости сливочного взвара добавляли рыбий кости или рыбий клей. Несмотря на неаппетитность стародавних манипуляций, текстура панна-котты балансировала на грани желейной упругости и тающего во рту нежного крема. Тогда, но и сейчас. Разве что благодаря желатину и агар-агару ни одна рыба теперь в изготовлении панна-котты не участвует. Но давайте уже о тонкостях создания настоящей итальянской десертной правды или хотя бы ее убедительного подобия. Казалось бы, все до смешного просто, но то нервно-дрожащий сливочный холодец получится, а то и вовсе какая-то лужица. Жирные сливки по-прежнему остались основой лакомства, и чем они жирнее, тем плотнее будет угощение. Однако верно в угоду барышням, вечно сидящим на диетах, сейчас в панна-котте часто используют и сливки меньшей жирности, и сливки пополам с молоком. Вкус получается более деликатным. Далее очень важно начинать варить молочный продукт сразу с сахаром на дне кастрюльки. Он создает защитный слой, не позволяющий продукту подгорать. По соединению с желатином массу частенько процеживают, но ни в коем случае больше не кипятят. А убрав, разлив по формочкам в холодильник, время застывания рассчитывают в зависимости от объема. Это понятно. А что еще? Классической подачей панны-котты считается эдакий куличик-переворот на тарелку, ну или молочное тельце. Однако и в креманках, или в бокалах панна-котта удивительно хороша, согласитесь. Давайте полюбуемся и еще раз повторим детали рецепта. Панна-котта. Желатин залить небольшим количеством воды, оставить набухать. Сливки, сахар и ваниль или ванильный сахар непрерывно помешивая довести до кипения и варить на медленном огне минут 15. Если будет пенка, снять. После чего добавить желатин, перемешать, разлить по формочкам, бокалам или креманкам. Отправить в холодильник минимум часа на три. Подавать, украсив ягодами и фруктами. Осталось добавить продукты для нашего десерта. Мы приобрели их в торговом центре «Метро». В качестве продуктов, которые вы приобретаете в «Метро», можно не сомневаться. Здесь обеспечена бережная доставка и строгое соблюдение ускове хранения. Основа ассортимента торговых центров «Метро» качественные продукты по оптимальным ценам. Все на сегодня. Удачи вам. Приятного аппетита. С вами была Жанна Соловьева. Пока. Этой осенью «Метро» празднует 50. Принимайте участие в розыгрыше и выигрывайте отличные призы. Будьте с нами. Следите за новостями. You and Metro.